В этой связи обращаюсь и к гражданам Украины. В 2014 году Россия была обязана защитить жителей Крыма и Севастополя от тех, кого вы сами называете нациками. Крымчане и севастопольцы сделали свой выбор быть со своей исторической родиной, с Россией. И мы это поддержали. Повторю, просто не могли поступить иначе. Сегодняшние события связаны не с желанием ущемлить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа. Повторю, наши действия – это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Как бы тяжело ни было, прошу понять это. И призываю к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед. Никому не позволять вмешиваться в наши дела, в наши отношения, а выстраивать их самостоятельно. Так, чтобы это создавало необходимые условия для преодоления всех проблем. И, несмотря на наличие государственных границ, укрепляло бы нас изнутри как единое целое. Я верю в это. Именно в такое наше будущее. Должен обратиться и к военнослужащим вооруженных сил Украины. Уважаемые товарищи, ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние не нацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Субтитры создавал DimaTorzok